Всем привет, меня зовут Владимир Гиденко, я архитектор компании DATAR и сегодня я хотел бы рассказать о немножко новой теме, которая будет рассматривать такую вещь как блокчейн, что такое блокчейн и один из вариантов его применения. У меня будет три темы. Первая это реализация кастодиального криптосервиса на АВС, после этого немножко затронуть построение криптосервиса с антиподписью и последнее это преимущество и недостатки облачных сервисов при реализации криптосервиса. Вначале для того, чтобы объяснить, зачем и что мы делали, хотелось бы рассказать, что такое на самом деле блокчейн, в каких случаях его используют. И в большинстве случаев, когда спрашиваешь у кого-нибудь, что такое блокчейн, кстати, кто не знает, кто не знает вообще, что это такое. Я думаю, на самом деле больше стремится. Чаще всего все говорят, блокчейн это, ну что такое блокчейн, это биткоин. А биткоин это что такое? Криптовалюта. А по чему сейчас? Ну там 20 тысяч. Окей, сейчас куплю. Вчера он встал 3 тысячи, все говорят, ну, опять какой-то нырный пузырь, ННМ. Вчера купили по 20, сегодня продали по 3, потеряли кучу денег. Это какая-то ерунда. То есть это ничего интересного, ничего нового не приносит. Просто еще один ОММ не вроде даже, но вроде засветился в одной из реализаций блокчейн. Ну, он везде. Итак, что же такое блокчейн на самом деле? Блокчейн можно представить в большинстве случаев как базу данных. То есть это какое-то хранилище информации, в которое можно записать какую-то информацию и ее оттуда рассчитать. Но на самом деле блокчейн приносит немножко большее, чем просто хранение данных. Блокчейн позволяет с помощью программных контроллеров обеспечить неизменяемость информации. То есть это говорит о том, что вы, если что-то записываете, какую-то информацию, и после этого все остальные участники сети подтвердили, что действительно запись валидна, после этого эти данные не могут быть изменены. Одной из таких, наверное, распространенных реализаций блокчейна является биткоин. И в последнее время, наверное, тоже потихоньку набирающие обороты, это реализация эфириума. В чем суть? Биткоин от эфириума достаточно кардинально отличается. Биткоин – это не полный по тюрингу механизм. То есть он по факту имеет достаточно ограниченное количество операций, которые он может выполнять. То есть он на самом деле просто используется как хранилище информации по транзакциям, которые создают пользователи этой системы при передаче криптовалюты. Из одной точки в другую, то есть от одного получателя к другому. Эфириум в этом плане пошел немножко дальше и позволил описывать такие вещи, как смарт-контракты, которые позволяют нам выполнять уже какую-то кастомную логику на уровне блокчейна. И при этом не беспокоиться о том, что как-то эти контракты могут неправильно трактоваться. То есть если контракт попал в блокчейн и после этого вы смогли на самом деле даже спокойно прочитать сам этот контракт, он высыпен достаточно спокойно, можно его найти, посмотреть какие инструкции выполняются. Если вы работаете с этим контрактом, вы можете быть уверены в том, что никто после того, как вы сохраните информацию в блокчейне, когда вы используете этот контракт, никто не сможет ее подменить. Одним из недостатков таких систем является на данный момент то, что они требуют достаточно большого места для хранения всей информации. Потому что сама сеть рассчитывает на то, что никто никому не доверяет. Каждый участник сети, который новый подключается, он должен будет получить всю информацию по всех предыдущих блоках, провалидировать, убедиться, что действительно эта информация не спальсифицирована. И только после этого он становится, скажем, это называется полной модель, которая также может производить какие-то операции в сети. Основной проблемой является достаточно большое количество места, необходимое для хранения этой информации. Что-то сейчас у биткоина, это около 300 гигабайт, у этериума около 150. Это достаточно много, учитывая, что это достаточно новый блокчейн. И основной объем накопился в биткоине за последние 3-4 года. Можно сказать примерно, если подсчитывать то, с какой скоростью набирается объем памяти необходимый, в течение года это будет терабайт, если активно все будет использовать. Через 10 лет использовать где-то в домашних условиях вообще будет невозможно. Потому что понадобятся диски на петабайке. И немножко отклоняясь от темы, хочу сказать, что вот сейчас, например, появились новые блокчейны, которые позволяют не хранить всю информацию о всех транзакциях. Это одна из технологий, она называется Nimble-Wimble. Реализация блокчейна это Green и Vim. Они появились буквально недавно, Green появился где-то 15 января, а Vim вроде бы даже в прошлом году. Окей, это то, что касается, собственно, блокчейн. Где тут появляется криптовалюта? Криптовалюта это средство обмена в сети. В первую очередь она получается за счет того, что так называемые майнеры, которые добавляют транзакции в блокчейн, они за это должны получать какое-то вознаграждение. И система устроена таким образом, что она каждому майнеру выдает вознаграждение, если он действительно закрывает блок. То есть он берет последние самые высокие комиссии на транзакции и помещает в блок. За это он получает вознаграждение. После этого эти средства, можно называть их токенами, можно называть криптовалютой, можно также использовать в передаче через транзакцию. Биткоины от эфира отличаются не то, что по реализации. За счет того, что в биткоине вы можете передавать в рамках одной транзакции от энного количества отправителей к энному количеству получателей. То есть вы можете с 10 адресов отправлять на 20 адресов криптовалюту, а у Этериума немножко сложнее. Ну с другой стороны, может быть, даже к лучшему в рамках одной транзакции производится только один перевод. Отправитель – получатель. Других вариантов быть не может. Причем у Этериума вы можете отправить, например, у вас там есть 100 эфиров, вы можете отправить 0.1 и при этом как бы, ну, то есть это все происходит одной транзакцией и здесь все ясно и понятно. У биткоина средства, которые попадают к вам на счет, они должны тратиться полностью. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если к вам пришло 100 биткоинов, вы должны 100 биткоинов потратить. Возникают вопросы. Как же так? Ну, то есть если я хочу потратить из 100 биткоинов, например, 1 биткоин, что мне делать? В биткоине это реализовано каким способом? Когда вы кому-то из пришедших к вам 100 биткоинов хотите отправить 1, вы на самом деле должны будете отправить получателю 1 биткоин и себе же оставшиеся 99. Ну, минус комиссию. Таким образом, когда закрывается транзакция, если она валидна и все ее подтверждают, вы получаете 99, это опять неистраченный тот вход, который вы можете потратить, клиент получает 1. В итоге, потом, например, если у вас в обратную сторону происходит механизм, у вас там есть 100 входящих транзакций по 1 биткоину, вы их можете преобразовать в одну транзакцию и в итоге получите 100 транзакций, один неистраченный вход, который потом также потратил. Это немножко из того, как построен сам блокчейн. Итак, криптовалюта теперь понятно, что такое. Теперь хотел бы рассказать о применении, собственно, его и о том, что мы делали. На данный момент… А, забыл, да, рассказать, что на самом деле как бы там не только в финтехе используется блокчейн, а еще есть целый ряд направлений, их достаточно много и становится с каждым годом все больше и больше и больше. Вот есть примеры, то есть вот тот же самый, там, идентификация личности при идентификации используется, да, там, блокчейн можно хранить информацию о ваших сертификатах, дипломах, там, и всем чем угодно. Авторское право, то есть вы можете вспомнить блокчейн, подписывать свои произведения, там, не знаю, картины и все остальное, аудиопроизведения какие-то и так далее. Голосование – это вот как раз была тема, где-то в 10-30 задавали вопрос о том, типа, а когда же, наконец-то, наши думы все заменят, собственно, на блокчейн. Да как бы, ну, навряд ли когда-то, честно мое собственное мнение, навряд ли когда-то заменят, потому что, ну, парамушки 300 человек убрать и поставить один компьютер, навряд ли кто-то захочет, я честно. И надо, чтобы эти люди сами сказали, мы готовы уйти, вот, а вот пусть он работает. Вот, это, как, знаете, построили большой компьютер, которые меня спросили, что это вообще, он сказал, что он. Никто не понял, о чем он говорит, и до сих пор видно еще объяснение, потому что он сказал. Так и здесь, я считаю, что компьютер никогда в блокчейн не заменит, вот, тему высших франков, все равно какие-то решения должны принимать люди. Это достаточно нормально. Мы все-таки перед людей живем, а не компьютерами. Вот. Так. Дальше. Управление и юриспруденция. Благотворительность и недвижимость. Между прочим, по поводу недвижимости, насколько я знаю, компания «Приват-24» в последнее время начала сотрудничество с такой компанией, как «Сетам». У них, в чем их особенность? Они построили работу с недвижимостью на основе блокчейна. На самом деле, вроде как бы все должно быть публично, но ничего не публично. Никто ничего не показывает. Движение там недвижимости тоже никто не показывает. Но внутри, вроде как, находится блокчейн. Ну, будем надеяться. Итак. Одной из важных вещей, которая возникает при работе с криптовалютой, является ее хранение. Этой проблемы не возникает в этого момента, пока, ну, не знаю, там, вы где-то купили один биткоин, да, там, накромно заработанный. И, там, ну, где-то на бирже, скорее всего, потому что больше его, в принципе, купить сейчас негде. Ну, можно, не знаю, там, сомнительных людей на улице еще его купить. Даже я знаю, там есть какие-то манерки с видом биткоина, или как их пользуются, даже мы. Такое тоже бывает. На майниле, возможно, тоже. В какое-то время, давным-давно, когда биткоины, там, два доллара, мы на майниле. Или продали пиццу за тысячу биткоинов, которая тоже, в принципе, купили 10 тысяч рублей. Вот. Итак. Вы купили один биткоин, он лежит у вас на бирже, и все вроде бы хорошо. После этого вы, как бы, ну, в идеальном мире продали его, купили еще, и у вас стало 10 биткоинов. Потом опять продали и купили еще, и у вас стало их, вроде бы, уже 100. Вроде, как бы, сумма уже не маленькая, по текущему курсу, там, один биткоин – это 3,650, 640. Да. Достаточно большие деньги. Нужно его где-то хранить. А где его можно хранить? Можно на бирже оставить, но, как мы знаем, существует достаточно много примеров бирж, которые вроде работал, вроде работала, какая-нибудь чаще всего это китайская. И, наверное, на марте находится, 100% на марте в основном, потому что там законодательство очень хорошее в этом бане. Итак, у вас лежит там 100 биткоинов на какой-то китайской или майкинской бирже. Она закрывается. Но, слава богу, что если это не ваше, а из новостей вы узнали о какой-то соседней. И что вы начинаете думать? Первое, о чем вы думаете – где же можно хранить эту крипту? Первый, самый простой вариант – это завести у себя где-то локально кошелек. И после этого перевести на него деньги, всю эту крипту и хранить там. В этом случае у вас есть два варианта. В первом случае вы можете просто, да, у себя там, не знаю, целый жесткий диск завести или выделить прямо под это компьютер. Ну, 100 биткоинов, в принципе, можно купить компьютер. Можете купить себе отдельный компьютер, поставить его и на нем, собственно, создать кошелек, подключить к интернету, завести на него крипту. В принципе, можно даже, в принципе, не подключать к интернету. Ублучение можно, в принципе, это делать в офлайне. Переводите крипту, выключаете и включаете только тогда, когда вам нужно купить, например, холодильник за биткоин. Сейчас это, кстати, тоже возможно. Вот. Есть пример из практики. Да. В общем. Итак. Следующий вариант, который вы можете использовать, если вы совсем не доверяете даже компьютеру, потому что, может быть, ваша жена или ваш сын тоже имеет к этой комнате доступ и он знает ваш пароль. Если он знает от Фейсбука, скорее всего, он знает пароли от вашего кошелька, чаще всего люди не особо оригинальны. Итак. Вы боитесь. Что вы делаете? Вы берете такую вещь, как приватные ключи, то есть те ключи, которые необходимы для подписания транзакции, распечатываете на бумажку, берете банку, сворачиваете в трубочку, запечатываете и закапываете где-то. Вы можете быть спокойны, в принципе, будет нормально работать. Эта система работает. Все в порядке? Не у меня. Ну, я знаю, есть люди, которые пользуются такими вариантами. Итак. То есть есть несколько вариантов. Первый – в бумажном виде можете хранить. Второй – это прямо на компьютере хранить. Третий – есть дополнительные кардоверные устройства, которые позволяют хранить какую-то крипту на них. Точнее, приватные ключи. То есть, на самом деле, вы никакую криптуру себе не храните. Вы храните приватные ключи. Это кардоверные устройства по типу Ledger Nano, Trezor и там еще их несколько есть. Но чаще всего, в последнее время, я столько смотрю, очень часто в них появляются какие-то уязвимости. Причем, одной из проблем такой является то, что первое – к нам вообще не приезжают эти устройства, потому что на Украине просто не пускают, потому что это средство шифрования, и, соответственно, они через таможню просто не могут перейти. Второе – что эти устройства, продаваемые в Китае, часто бывают инжектированы разного рода вирусы. То есть, вы вроде покупаете нехило дорогое устройство, которое стоит нам в среднем около 100 долларов, покупаете, переводите на него крипту, вроде все хорошо, начинаете расплачиваться, и вы видите, что ваше средство уходит не на адрес А, а они уходят на адрес Б, о котором вы ничего не знаете, после этого вы прощаетесь со своими средствами. Итак, ну даже представим, что если вы купили нормальное устройство, сохранили на нем всю крипту, все нормально, можете быть спокойны. Но здесь возникает одна проблема – это устройство может быть ненадежным, может поломаться, может сгореть или еще что-нибудь. В этом случае бывает используют такие штуки, как железные таблички. Такие вот прямо, они достаточно большие, и вы преобразуете приватные ключи в такую вещь, которая называется сидами, это фраза. Какая-то фраза, на основании которой вы потом можете восстановить приватные ключи. Вы берете эту табличку и на ней, собственно, создаете этот сид. После этого вы берете эту табличку железную, она уже не сгорит, как бы вы помещаете ее в сейф или тоже в банк и закапываете, может и без банка. Итак, но это тоже не очень хороший вариант, потому что, представьте, каждый раз, когда вроде бы мир становится более прогрессивным, и вам приходится как-то рассчитываться этим биткоином, потому что просто их там сохранили, и там внукам просто переведите эту банку или это устройство. Вам нужно рассчитываться, вы должны будете каждый раз взять эти устройства, подключить, сделать транзакцию, опять идти туда куда-то спрятать и так далее. В этом случае достаточно получается это все проблематично. И хотелось бы как-то более удобно пользоваться криптой, переводить людям, покупать там что-то, не знаю, торговать на бирже и так далее. И в этот момент люди начали задуматься, есть ли какие-то сервисы, которые предоставляют возможность хранения криптовалюты. Ну, в простом классическом мире, в простых финансах существует такая вещь, как пособия, кастодиальные сервисы. Это их еще называют депозитариями. То есть это сервис, который предоставляет возможность хранения ваших ценных бумаг и управления ими от вашего имени. Плюс они поддерживают клиринги, аудиты и так далее. Но так как криптовалюта не является классическим средством, классическим какой-то ценной бумагой или просто даже деньгами в средствах расчета, на самом деле. То есть законодательно. Такие кастодиальные сервисы с криптовалютой не работают. Но на самом деле на данный момент есть факты того, что кастодиальные сервисы классические достаточно сильно пытаются понять саму технологию блокчейна для того, как же можно все-таки хранить средства в виде криптовалюты. Но для того, чтобы хранить криптовалюту необходимо в классическом кастодиане. Кастодиан должен все средства, которые к нему приходят, поддавать аудиту. Он должен понимать, от кого эти средства пришли, кому они уйдут, кто эти средства у себя хранит и так далее, у них хранит и так далее. Это значит, что та парадигма блокчейна, которая говорит о том, что все должно быть хранительно, она в данном случае не работает. То есть если вы хотите в классическом мире работать с криптовалютой, вам нужно становиться публичным. То есть вы должны будете явно сказать, что вот адрес, с которого мне пришли средства, это мне известный человек, и вот там его документы, которые проходят там аудит, и так далее, с помощью тех же сервисов KYC и так далее. А это вот мои кошельки, и они предназначены для хранения именно моей криптовалюты. И тут возникает проблема, что не все люди хотят на самом деле это делать. И поэтому этот процесс достаточно трудно идет. Итак, для криптовалюты начали появляться своеобразные тоже кастодия, криптокастодия. Существует на данный момент несколько достаточно известных компаний, которые пытаются реализовать у себя тот же самый кастодия, но он позволяет нам достаточно такой по простой схеме зарегистрировать аккаунт и хранить там средства. Причем хранить по принципу мультиподписи. То есть вы не все отдаете этому сервису кастодиану, а какая-то часть ключей для управления остается у вас. Одним из таких сервисов знаменитых – это Coinbase, это Digital Asset Customer Company, BitGo и Kingdom Trust. Кстати, BitGo – это одна из тех компаний, которая стояла у высокого биткоина, и она разработала, собственно, мультиподписи. И они у себя в компании как раз не поддерживали этот сервис. Итак, что же такое кастодиальный сервис? Это хранящие криптовалюты, хранящие криптовалютных активов. Это сервис, обеспечивающий безопасность за счет разделения системы на несколько уровней. И он обеспечивает, соответственно, учет тех средств движения по счетам. Тут один важный момент, что чаще всего они когда сталкиваются с блокчейном, как я и говорю, они считают, что это база. База данных. То есть у вас есть какой-то адрес, там, вы на него переводите средства, и вроде как бы, ну, для того, чтобы узнать, какой у вас баланс, вам достаточно просто сказать блокчейн, данные по этому адресу баланс не выйдет. Для того, чтобы понять, какой у вас баланс на счету, вам нужно прочитать всю историю блокчейна и найти те транзакции, которые были отправлены на этот публичный адрес, который под собой скрывает публичный ключ, который строится на приватном ключе, который мы, собственно, и храним. Вот. И тут достаточно сложная схема получается, потому что кастодиальный сервис для криптовалюты, первое, он должен, да, действительно обеспечивать безопасность, но кроме этого он должен постоянно отслеживать состояние блокчейна. То есть вы не следите за каким-то отдельным кошельком, вы следите за состоянием блокчейна. Вот. Итак, в нашей реализации мы развивали систему на пять разных уровней от безопасности. Первый публичный – это тот уровень, на котором мы взаимодействовали с разными частными лицами и бизнесами. Ну, вы же понимаете, что с валютой работают не обязательно только там конкретные люди, типа частные лица. Есть компании, которые, например, там обменники, биржи, не знаю, там, вот те же самые там институционалы, которые тоже хотят так-то входить в этот мир, они тоже имеют доступ к нашему сервису, мы с ними работаем. На этом уровне публичном находится как раз наш микросервис, предоставляющий API. То есть они не представляют из себя ничего. Получая доступ к ним, вы особо ничего сделать не можете. Вы можете получить какую-то информацию, но чаще всего, конечно, ли там все это закрыто там HTTPS, закрыто какими-то паролями и логинами и так далее. На втором уровне мы разместили такие сервисы, которые предоставляют более явное понимание, с кем мы работаем, и на этом уровне находится достаточно уже такой функционал подвержены безопасности, потому что, уязвимости точнее, потому что, например, та же информация о клиентах, которые у них хранены в себя, она не должна попасть к людям, которые не должны этой информацией обладать. Поэтому на этом уровне у нас работал сервис отдельный MFA, это двухфакторная авторизация, это уже, собственно, сам сервис работы с клиентом. На этом уровне у нас была регистрация компании, частных лиц, система перевода, ну, учета транзакций и так далее. На следующем, на втором уровне, с точки зрения уже более серьезной защиты, располагалось горячее хранилище. Что такое горячее хранилище? Ну, надо тогда подумать, а какое еще тогда бывает? Ну, наверное, тогда если горячее, то холодное еще есть. Да, есть еще холодное хранилище. Чем они отличаются? Горящее хранилище – это достаточно небезопасный сервис с точки зрения того, что если к нему получат доступ, мы не должны потерять все средства сразу. То есть, ну да, мы потеряем, но потеряем немного. То есть, мы разбили систему на два отдельных уровня. На первом уровне находилось у нас горячее хранилище, в котором хранилось средств достаточно только для суточного обеспечения запросов клиентов. То есть, если мы знаем, например, что клиенты в основном в день выводят 10 биткоинов, то держать тысячи бессмысленно. В случае какой-то неполадки или какого-то сбоя или комплиментации данных мы потеряем все. Так мы говорим, ну да, можем потерять, потеряем 10. Из этого мы сделаем выводы, переделываем, переписываем нашу систему и в следующий раз не потеряем. Вот. То есть, это было такое оперативное хранилище, мы еще его называли. Соответственно, на нем же мы не располагали, не размещали никакой информации о приватных ключах наших клиентов, от их кошельков и от наших системных кошельков. То есть, это было отдельное хранилище, за которое там отвечал HSM, о котором я расскажу чуть позже. Итак, в горячем хранилище мы держали кошельки клиентов, на которые клиенты заводили свои средства. Но, как вы понимаете, очень важный момент, это то, что когда клиент приходит к вам, например, с 10 эфира или биткоинами, то мы не должны хранить это на этих же кошельках. Это связано с тем, что клиент, например, может попросить… Мы с клиентом, во-первых, снимаем какую-то колесию, но, соответственно, у него на счету становится постепенно немного меньше стоят. И для того, чтобы оперативно обслуживать все остальные и отдавать им достаточно большие суммы, мы все средства с кошельков клиентов перекидывали на один цельный оперативный кошелек. И с него уже производились все расчеты. То есть все клиентские кошельки, они являются просто трансферными. Заводишь на них средства, эти средства сразу переходят в горячее хранилище, на длинные кошельки. Если, например, у нас клиент пришел с 1000 биткоин, а система говорит, что максимум на горячем хранилище может находиться только 10, 990 автоматически переводились в холодное. Вот. Для этого никаких подтверждений не надо. Каждый клиент сам, в принципе, перевести на холодное. Ну, потерял бы их, но они у нас остались. Мы не можем отслеживать факт попадания к нам каких-то средств, потому что, ну, система так устроена. Это, де-факто, перед вышли средства, ты должен, как бы, ну, они у тебя есть. Что с ними дальше делать, это уже отдельная история. Итак, отдельные кошельки клиентов мы еще использовали для того, чтобы понять, от кого конкретно пришли средства. То есть, если бы мы держали один оперативный кошелек, а на них приходили все, ну, все, вся криптовалюта, то здесь непонятно, от кого же они пришли. А так мы четко понимаем, каждому клиенту выдали его уникальный идентификатор в сети блокчейна, на него попали средства. Вот. Это нам позволяло очень гибко работать и понимать, с кем мы работали. Тут немножко хотелось бы сказать о том, как мы работали с теми же самыми токенами на основании эфира. То есть, вы знаете, что есть такая вещь, как смарт-контракты на Этериуме. И, по факту, они представляют из себя тоже какую-то валюту. И проблема в том, что они, когда мы производим какие-либо операции с этими токенами, для совершения самой транзакции используется не токен, используется эфир. В любом случае используется эфир при совершении транзакции. Поэтому, когда клиенты приходили и говорили к нам, как же мы будем там типа заводить вам токены, как же вы их дальше будете прокидывать на адреса. Мы придумали такую вещь. Ну, наверное, может быть, уже не придумали, может, где-то и увидели. Мы клиенту создавали, на самом деле, выдавали не просто кошелек, а такой же самый контракт, только который говорил о том, что когда на него попадают средства, автоматически они должны переводиться на наш горячий кошелек. Но так как контракты сами по себе, они создаются от имени какого-то владельца, от какого-то кошелька, то наш оперативный кошелек являлся, собственно, владельцем этого смарт-контракта. И для того, чтобы перевести на него же все средства, с него снимались деньги. То есть такой себе лайфхак, который позволял нам и для контрактов использовать тот же самый механизм. Итак, дальше находится холодное хранилище. С холодным хранилищем немножко все сложнее, потому что, ну, на него, когда приходят средства, это хорошо. Что делать, когда к нам приходит запрос с горячего хранилища? Нам надо там срочно выдать клиенту там тысячу биткоинов. В этом случае мы использовали такую вещь, как HSM, который, во-первых, хранит все приватные ключи. Кроме этого, на HSM хранились все идентификаторы тех лиц, которые отвечают за подписание транзакции при переводе на горячее хранилище. То есть автоматически на горячее ничего не попадает. То есть с холодного хранилища ничего не выводится. Для этого надо, как минимум, три подтверждения от разных лиц, у каждого из которых соглашались учебные записи. Итак, да, пожалуйста. Итак, что из себя представляет холодное хранилище? Это, по факту, такой же клон горячего хранилища, но на операции с которым необходимо еще дополнительные пермишины. В этом случае мы как раз использовали, если посмотреть на этот рисунок, здесь есть такая вещь, которая называется HSM. HSM – это Hardware Security Module. Достаточно интересная вещь. Это, по факту, такая железяка. Вот, наверное, даже здесь. Да. Это вот такая железяка, можно вот в таком виде ее представить, которую можно подключить к компьютеру. На нем находится своеобразная операционная система. Своя. Вы в него можете записать какие-то приватные ключи, и при этом, как бы, приватные ключи никогда не попадают наружу. То есть это говорит о том, что вот никакая информация секьюрная, оттуда вы не выходите. Вы можете передать туда что-то, он вам подпишет определенным ключом и отдаст обратно. Хотите расшифровать – говорите, каким ключом, говорите свои квиды, и он вам ее расшифровывает. Итак, как раз вот в этом устройстве мы изначально планировали хранить приватные ключи от блокчейна. Но, так как мы использовали Cloud, тот же самый, который у меня в докладе присутствует AWS, от которого здесь не так много, мы использовали такую вещь, как Cloud H7. Достаточно интересная штука, которая позволяет не саппортить у вас локально где-то на машине вот такую вот железяку, потому что это достаточно проблематично, но он достаточно дорогой. Десятки тысяч долларов нормальные реализации стоят. Мы использовали Cloud H7, который, во-первых, позволяет, во-первых, отказоустойчивость организовать, во-вторых, он пластеризуется, то есть вы можете развернуть на эндом количестве авиабилити зон этот пластер H7. Они между собой, соответственно, клонируют информацию, при этом, если потеряется какая-то зона, на втором вы работаете абсолютно спокойно. Мы использовали в учетной записи нескольких офицеров, которые, когда видели, что у них там в админке, точнее, в офицерке офицерской UI появлялись запросы, что типа нужно сделать вывод средств, они должны были прийти, каждый садится за свой компьютер, подключается через VPN к сервису и подписывает транзакцию, соответственно, совершая какие-то там звонки, подписание документов и так далее. Итак, если рассматривать в данном случае AWS, что на AWS мы использовали? В основном мы старались не использовать достаточно много разных технологий, потому что, во-первых, это приводит к тому, что где-то начинает вбейт, какой-то сервис отказывает, где-то сервис софт и так далее. Поэтому старались все организовать чисто средствами AWS. Да, это становится немножко там сервис-допендер, но как бы ничего страшного, мы никуда переезжать не собирались. Итак, первое, что мы использовали, это Cloud HSM для хранения приватных ключей. Единственный момент, что в самом HSM мы не хранили приватные ключи от криптовалюты, потому что, как оказалось, Cloud HSM Amazon не поддерживает электрическую кривую, необходимую для создания приватного ключа. Именно это специфично, потому что она специфична только для Bitcoin, как оказалось. Мы использовали приватные ключи, которыми шифровали уже приватные ключи, которые хранились в базе. То есть, на самом деле, эти приватные ключи можно было даже выкладывать где-то в интернете. Особо ты ничего, никакого бенефита не получишь. Ну, максимум, это какой-то хэш и все. Подписать ты ничего не можешь. Тебе нужно иметь доступ к самому HSM от имени офицера. И Key Management Service. Это сервис, который позволял нам шифровать все пароли. То есть, нигде, ни в каких там инициализациях блокеров мы не использовали пароли в чистом виде. Потому что чаще всего так и используют. Берется какой-то кубер, какой-то докер. Инициализируется с помощью передачи аргументов. Багины от HSM или от базы и пароли. Мы это так не делали. Мы отдельные лица заводили нам ключи в KMIC. После этого этими ключами шифровались, отдельными лицами шифровались все пароли. И после этого они уже, в принципе, в таком виде попадали в докеры для инициализации. Сервисы уже сами внутри могли по определенным правилам, с определенными ролями от имени этого докера идти в сервис и получать информацию о ключах, которые имеются в HSM. Итак, еще одним из вариантов реализации для того же самого HSM является Azure KO. Достаточно интересная вещь. Потому что он позволяет хранить именно приватные ключи биткоина и эфириума, реализованные на основе электрической клевоисиции как раз прям в HSM. То есть вам не нужно беспокоиться о том, что еще какую-то базу держать для этой информации вы можете хранить прям в нем. Вы берете транзакцию, передаете в KMO, он вам ее подписывает. Приватный ключ никуда, собственно, не выходит. Это вот то, что нам понравилось. Единственное, что мы не очень в этот момент как-то рассматривали Azure как основной клава, поэтому отдельно его использовать не могли. Итак, немножко... Ну, на этом как бы, наверное, все от AWS и Azure. Могу еще сказать, что да, мы использовали там стандартный ICS для разворачивания контейнеров, мы использовали ICR как репозиторий для этих контейнеров. Build мы делали с помощью TeamCity. Ну, потому что, наверное, он не нравится, поэтому использовали. Больше особо никаких, в принципе, предпосылок к этому нет. На этом по клаудам, наверное, все. Вот. Следующий момент, это хотелось бы рассказать о том, как к нам пришел клиент, и он говорит, мы достаточно серьезная организация, мы хотим сделать типа Castudian, но мы вам не доверяем. И мы сами себе не доверяем. Ну, то есть, вот есть, например, такой случай, совсем недавно был, когда люди организовали биржу, начали там, ну, торговать на ней, лифтом, что-то около 180 миллионов долларов, в принципе, капитала образовалось, а потом хозяин умер. А у него были ключи. Что ж, как бы ни у кого ничего не осталось. Такая вот печаль. Ну, жалко человека, но при этом пострадало еще очень много людей, до сих пор не могут найти. Где же эти средства? Почему он умер? До того, как пропал ключ или после? Итак, пришел к нам такой один из заказчиков и говорит, мы хотим работать с клиентами, нам нужен Castudian, но при этом, чтобы каждый отвечал за какую-то определенную роль. И мы предложили такой вариант. Давайте использовать мультиподпись. Это что обозначает? Это обозначает, что любая транзакция на уровне блокчейна подписывается не одним человеком, а группой лиц. Так, вот. Каким способом мы предложили это реализовать? Мы предложили, например, давайте представим, что каждому из участников подписания транзакции, мы скажем, дайте, сгенерируйте свои личные приватные ключи. То есть, приватные ключи мы не берем. Они нам абсолютно не нужны. И когда вы захотите создать вот такой вот адрес, на который будут приходить средства, которые нужно будет подписывать несколькими приватными ключами, вы даете нам публичный ключ от этого приватного. Мы на основании этого публичного ключа, составив их все вместе, создаем один публичный адрес. И на него, когда приходят средства, ну, как бы они приходят. А вот когда вы хотите рассчитаться с кем-то, то, соответственно, вам придется каждому отдать эту транзакцию, которую каждый по очереди подпишет, и только после этого она попадает в блокчейн. При реализации на... Есть несколько разных реализаций. Для биткоина есть даже уже кошельки готовые под это дело, которые позволяют вам держать кошельки с мультиподписью. Это Armor, это Electrum, это Coopay, это BitGo и Coinbase. Ну, BitGo и Coinbase это больше веб-сервисы, которые позволяют работать с мультикошельками. Для Ethereum это опять же BitGo, это Gnosis, это Parity и простой локальный кошелек Mist. На Parity недавно, в прошлом году, насколько я знаю, даже было... ...выполнить инструкцию контрактов. Такое тоже бывает. Но весь софт еще сырой. Итак, каким образом мультиподпись организовывается в биткоине? В биткоине это организовывается за счет того, что есть уже встроенный механизм, реализованный компанией BitGo давным-давно еще, который говорит, что мы можем выполнить простую инструкцию, которая называется AdMTc-адрес, в который вы должны будете передать энное количество публичных ключей. На основании этих публичных ключей будет сгенерирован публичный адрес, который вы можете использовать для переводов и транзакций. У Ethereum все немножко сложнее. Он достаточно крут, но вот этой вещи у него встроенной нет. В этом случае используется такая вещь, как смарт-контракт. Эти смарт-контракты, они достаточно публичные, они причем уже позволяют накладывать суточные лимиты на переводы. То есть, если вы из компании людей собрали один смарт-контракт, на котором хранится миллион, вы при этом можете спокойно ограничить суточный перевод. Из миллиона ваших эфиров, конечно, можно в сутки выводить только 100. В заключении, хотелось бы сказать, что есть свои преимущества и недостатки у облачных сервисов. Из преимуществ, конечно, можно сказать, что есть те же самые HSM, которые очень сильно помогают в работе как раз с секьюрными данными. Но при этом большинство сервисов, я даже не знаю, Google Cloud мы не рассматривали, они не предназначены для того, чтобы достаточно гибко и удобно быстро развернуть какое-то окружение, работающее с блокчейном. То есть, чтобы вам не надо было поднимать свою ноду блокчейна, чтобы она синхронизировала 300 гигабайт, после этого вы с ней работаете, она падает, не синхронизируется, то есть вам нужно какой-то самописный кластер организовывать с этих сервисов, типа мультинодовостью это называют и так далее. Этого нет, ни в одном нет. На Azure единственное, что, насколько я помню, есть у них такой сервис как Azure Blockchain Workbench, достаточно интересная штука, но она больше работает с Ethereum и с смарт-контрактами. Она не про то, чтобы развернуть сервис, работающий с, в принципе, любой из известных. Следующее, опять же, то, что я говорил, это Cloud HSM не поддерживает эллиптическую кривую. Следующий момент – это дороговизна. То есть, вот эти вот HSM – это достаточно дорогая штука. То есть, если у вас там есть несколько окружений, типа, девелопы, QA и там, ну, там, UIT, не дай бог, и продакшн, то вам для каждого, в принципе, нужно держать несколько HSM, потому что вы не можете себе позволить в девелопменте проверить это там, вместе со всеми, да, там, ну, в одном, в одной типе, да, там, на продакшн, держать и продакшновские ключи, и тут же держать и девелоперские, потому что, ну, уровень безопасности разный. Вам приходится для каждого окружения, практически для каждого, держать отдельное HSM. А эта штука стоит от $40 до $2.60 в час. То есть, ну, достаточно много. Где-то тысяч 8-10 долларов примерно получается. На Ether немножко, вроде как бы, они сделали немножко проще. Они говорят, вы платите за ключи, за то, сколько у вас ключей. А, как бы, транзакции, там, достаточно, ну, обращение к HSM достаточно дешевое. Ну, там, первые вот 250 ключей по 5 баксов. Ну, вроде не так, очень мало. Особенно, если вам там, ну, необходимо, опять же, держать для каждого окружения разные сервисы. Так, следующее я сказал. И, в принципе, да. То, что, конечно, да, я говорил, да, предоставляют достаточно надежное хранилище. Все. Спасибо за внимание. 55. Да. Отлично. Спасибо за внимание.